Друзья, всем привет! Меня зовут Ваня Столетов, я продюсер видеопродакшн Эклектика. И сегодня я хотел бы разобрать с вами наш новый проект, наш новый клип для артиста Динат на трек «Полюби меня». Разберем с вами препродакшн, саму съемку и постпродакшн. Так, на начальном этапе мы разрабатывали сценарий, у артисту уже были некоторые идеи. И наша задача совместно с режиссером была додумать этот сценарий, довести его до ума и сделать так, чтобы у нас получилась достаточно интересная история. Сам трек длился 2 минуты и это было слишком мало для того, чтобы сделать интересный и насыщенный клип, поэтому мы решили делать разные интересные сюжетные вставки. В рамках препродакшна нам нужно было, как и всегда, решить ряд продюсерских задач. Во-первых, необходимо было найти локации. Мы изначально понимали, что съемка данного клипа займет 2 съемочные смены, потому что там был достаточно большой объем работы, много локаций, много сцен, много актеров. И в первую очередь мы искали локацию для уличной съемки, сцена, где артист едет по Москве, его преследуют автомобили ДПС. Я средство взял высокие рамки, как погони, не трачу доллары, евро и франки. Нужно было обязательно снять вот эти сцены погони, и мы хотели это сделать в каком-то интересном, красивом месте. Выбрали, в первую очередь мы точно знали, что это будет набережная, и потом определили, что это будет набережная напротив Москва-Сити, потому что там красивый вид. И также там было очень удобное место для того, чтобы безопасно для актеров и для массовки снять ту самую сцену, когда толпа подбегает к машине, и все это превращается в такой небольшой флешмоб, концерт на улице. Мне нет замены, я средство взял высокие рамки, как погони, не трачу доллары, евро и франки. После того, как мы нашли эту локацию, мне как продюсеру необходимо было организовать съемку на улице. Для этого привлекается локэйшн, то есть специальный человек, который занимается локациями и получениями разрешений для уличных съемок. В этой сцене у нас, во-первых, есть погоня, где используется не только обычная машина нашего главного героя Rolls-Royce, но еще и три машины ДПС. Чтобы провести такую съемку и чтобы машины могли быть полностью оклеены как настоящие полицейские машины и иметь мигалки, для этого получается специальное разрешение из ГИБДД, специальные бумаги. И также для организации уличных съемок с автомобилями необходимо иметь машину сопровождения. То есть вы заказываете специальных ребят, они приезжают на специальном автомобиле, у них есть тоже проблесковые маячки на крыше. И когда вы едете по улице, снимаете все эти сцены, они едут за вами, придерживают движение, в общем, организовывают некую безопасность. Далее, также для того, чтобы провести абсолютно любую съемку на улице с участием людей, имеется в виду в каких-то пешеходных зонах, вы должны также получить специальное разрешение, за которое вы также платите локейшн, и он собирает все необходимые документы. Обычно это документы из ГИБДД, из МЧС, из пожарной службы, в общем, все, скажем так, спецслужбы города должны быть предупреждены, что будет происходить съемка, чтобы она у вас не сорвалась, чтобы все прошло хорошо. Для того, чтобы снять вечеринку, сам артист предложил нам интересную локацию, это дом Смирнова, который находится в самом центре Москвы, на Тверском бульваре. Это очень большой дом, в котором мы сразу нашли очень крутое помещение для того, чтобы снять непосредственно вечеринку. И поскольку у нас еще был ряд сцен, которые необходимо было снять, а именно это встреча Путина и Медведева в кабинете в Кремле. Я что-то проспал. И также сцена, в рамках которой у нас рассказываются новости о том, что такой масштабный флешмоб произошел в Москве. Это самый масштабный флешмоб в социальных сетях за последние 10 лет. Мы решили эти две сцены снять прямо там же, в этом особняке. Один из кабинетов мы использовали для того, чтобы создать якобы кабинет Путина. И в другой комнате мы просто разложили хромакейный экран, на котором мы сняли ведущую новостей. И осталась последняя задача. Была идея в том, чтобы снять нашего главного героя в студии звукозаписи. И у режиссера была мысль в том, чтобы сделать так, чтобы вся эта студия пылала в огне. Сначала мы думали о том, чтобы сделать это на компьютерной графике. Но после этого поняли, что получится не слишком реалистично, слишком фейково. И мы поняли, что нам нужен настоящий огонь. Нам по-настоящему нужно все поджечь. И тогда мы пригласили к работе пиротехников, которые нам подсказали несколько вариантов. Но мы понимали, что в реальном помещении мы этого сделать не сможем. Это будет небезопасно. И тогда я нашел павильон для съемок, в котором наши ребята-художники-постановщики построили настоящую студию звукозаписи. Которая состояла из трех стен. Буковка и П все это было. То есть не было передней стены, не было пола, не было потолка. То есть это была условная декорация в павильоне. Ребята там прямо все это построили буквально где-то за 8-9 часов. То есть они с утра приехали на локацию, все построили. В первый день мы снимали все уличные сцены. Начиная от погони, заканчивая флешмобом с массовкой. И весь день мы все это отсняли на набережной рядом с Москвой-Сити. И вечером переместились как раз таки в павильон. Когда уже вся декорация была готова. И непосредственно мы приступили к съемкам. С точки зрения пиротехники это выглядело примерно так. Есть специальные трубки огнеупорные. К которым подводится подключение от газового баллона. И собственно говоря туда подается газ. Все это поджигается и создается эффект стены из пламени. Таким образом это получается безопасно. Огонь может гореть сколько угодно долго пока не закончится газ. Можно делать очень много дублей. Совершенно не портя декорации, ничего не поджигая. Но также у нас в кадре были некоторые элементы. Например предметы на столе. Купюры, которые тоже нужно было поджечь. Для этого использовалась специальная пропитка. Которая поджигается. И предметы также достаточно безопасно горят. Немножко прыгаю от блока к блоку. Но давайте тут сразу более подробно поговорим про художественную часть на всех сценах. Разобрались со сценой студии звукозаписи. Там в принципе все было достаточно просто. Ребята построили эту комнату. Привезли туда оборудование для звукозаписи. И сделали все необходимое для того, чтобы это выглядело достаточно реалистично. В сцене в особняке, когда у нас происходит вечеринка. Там также декорировались стены. Добавлялся какой-то декор. Такой как светодиодные вывески. Стаканы с алкоголем. Какие-то еще предметы. И тем самым создавалась атмосфера вечеринки. Собственно говоря, в сцене с Путиным и Медведем необходимо было воссоздать этот кабинет. Максимально реалистично, каким он мог бы быть у Путина. Поэтому мы там поставили старые часы. Большой письменный стол. Поставили даже маленькую фигурку дзюдоистов на стол. В общем максимально постарались это обыграть. Для того, чтобы это было реалистично. В сцене погони практически никакой художки не было. Кроме того, что наш герой раскидывал деньги на улице. Друзья, если вы смотрите мой канал, я думаю, что вам очень интересна тема видеопродакшн и продюсирования. И совсем скоро, буквально уже в мае, я запущу свой собственный личный курс по продюсированию. Онлайн-курс, в рамках которого мы будем 80%, а то и 90% заниматься с вами именно практикой, практическими заданиями. Таких курсов в интернете вообще практически не существует. Я думаю, это будет один из первых курсов. Если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, следите за анонсами. Там я выложу всю информацию. Можете уже писать мне в директ ваши заявки, кому интересно поучаствовать. А пока что я хотел бы провести конкурс в этом выпуске. Эта книга выходит продюсер от великого российского продюсера Александра Роднянского, который обязан прочитать каждый продюсер, каждый будущий продюсер. Про киноиндустрию, про съемки, про телевидение. Чтобы получить эту книгу, вам нужно в комментариях написать, как будет выглядеть видеопродакшн будущего, если мы навсегда останемся сидеть на карантине, нам всем придется работать самостоятельно из дома. Напишите ваши версии, самая креативная, самая интересная история, самая интересная версия получит от меня эту книгу, которую я отправлю вам в любую точку мира. Желаю удачи вам в этом конкурсе, участвуйте, ставим лайк, поехали смотреть дальше. Теперь хотел бы поговорить про операторскую работу. Какие, где камеры мы использовали, какие технические возможности. Сцена погони на улице. Для того, чтобы снять нашего героя, как он зачитывает свой трек, сидя за рулем, мы вызвали команду осветителей и закреповали ферму прямо на крышу Rolls-Royce, закрепили там камеру. Вообще, в целом, мы весь клип снимали на Аре Алексу, но конкретно в этой сцене использовали Black Magic Pocket, потому что он легкий, и на него такую сцену снять проще и безопаснее. Наш герой проехался, мы поснимали все эти сцены, и далее мы с нашей командой думали о том, как вообще в этой сцене можно более интересно снять кадры, чтобы они получились более эффектными. Тогда мы решили использовать 360 камеры. Мы использовали GoPro 360 Max. Доллары, евро и франки. Обумаю вас все. Чтобы снять эти кадры изнутри автомобиля, ехала машина нашего героя, и параллельно рядом с ней ехала другая наша машина, в которой была открыта дверь, и на большом буме, который нам привез наш звукорежиссер, была прикреплена наша камера GoPro 360, и оператор просто на очень длинной палке, на длинном буме, где-то 3-4 метра, просто засовывал, высовывал камеру из окна нашего героя. Тем самым мы получали те самые эффектные кадры с вот этой вот сферической, как бы, траектории движения. Чтобы снять эффект на погоню, мы очень долго думали, как это сделать, и сначала мы хотели снять это просто на обычный квадрокоптер, но потом поняли, что это получится не так интересно, и тогда мы решили задействовать FPV-дрон. Стучи в мою дверь, и откроет вам зверь, на рога не лезь здесь. Это гоночный дрон, который человек управляет с помощью пульта, одевает на себя очки, то есть он видит все в реальном времени, и благодаря этому у нас получились такие очень интересные, экстремальные, динамичные кадры, которые заставляют зрителя ощутить полный адреналин этой сцены. Но остальные кадры в этой сцене были сняты просто на Арии Алексу. И еще одна интересная фишка, которая была использована операторским цехом, это Body Mount. Это такая штука, которая одевается на тело человека. Здесь такая, типа, металлическая конструкция, на которой закрепляется камера. Мы крепили туда Black Magic Pocket, и человек ходит, и у него получается съемка чисто вот его портрета. Он может крутиться как угодно, и камера постоянно статично в одном положении закреплена. На сцене вечеринки вы видели очень много кадров, которые были сделаны именно с помощью Body Mount. Эта штука нереально тяжелая, артист быстро достаточно уставал, но тем не менее с помощью нее получаются очень крутые кадры. Когда мы снимали сцену в горящей студии звукозаписи, по оборудованию у нас была, опять же, Ария Алекса. Мы использовали второй Ronin. И для того, чтобы создавать движение как на долле, поскольку долли у нас не было, мы просто взяли обычную тележку грузовую, и на ней оператор туда-сюда катался, создавая тот самый эффект подлет и отлет. Во второй день мы, опять же, использовали Ария Алекса для основных сцен. Но также мы еще решили задействовать для интересных кадров GoPro 360 Max. Мы ее использовали в двух моментах. Первое, вы, наверное, заметили, когда полицейские звонят в двери, заходят на вечеринку, мы видим такой эффект из глазка двери. И тут, хопа, камера переворачивается, и мы видим уже ситуацию с другой стороны, как Динат заглядывает в глазок. Такой эффект был создан не с помощью компьютерной графики, а именно с помощью GoPro 360. То есть просто картинка перемещалась. Второй момент, где мы использовали эту камеру, наш оператор Виталий Сеченов привез с собой машинку на радиоуправлении. Туда мы закрепили GoPro. Мы поставили девочек в круг, и наш артист находился в центре круга, и вокруг него ездила та самая машинка на радиоуправлении, снимая вот такие вот круговые кадры. Но, к сожалению, там были выставлены не совсем правильные настройки на камере, мы не обратили на это внимания, поэтому эти кадры практически не вошли в клип. Касательно света, во всех сценах был, в принципе, обычный заливной равномерный свет. Я не эксперт по операторской работе, поэтому много здесь говорить не буду. На вечеринке мы использовали скайпанели и астера для того, чтобы создать довольно сильную заливку неонового разноцветного, в общем-то, света. Это, в принципе, было основным решением. Кстати, на первый день у нас не хватило бюджета для того, чтобы организовать команду осветителей для съемки в павильоне. И поэтому наш оператор Виталий предложил использовать его собственный свет. И, в общем-то, этим набором мы прекрасно справились. Поэтому, если у вас иногда не хватает на что-то бюджета, нужно просто сперва подумать, как мы можем решить эту проблему. Может быть, у кого-то найдется необходимое оборудование, локации или что угодно еще, одежда даже иногда. Оператором вообще этого клипа выступил Виталий Сеченов. Мы с ним работали первый раз. Он в основном делает клипы для разных крупных артистов, таких как Егор Крид, Мот, Назима. То есть, он очень крутой оператор. Я был очень рад с ним поработать на этом проекте. И Виталий действительно предлагал всякие разные интересные операторские решения. И я для себя тоже поставил такую заметку, что действительно, когда работаешь с оператором, важно посмотреть на то, насколько интересный он предлагает решение. Что он не просто снимает то, что говорит режиссер, а действительно сам, как творческая единица, участвует в процессе и предлагает свои решения. Режиссером нашего клипа выступил Гоша Вишну. Вы все его знаете по большинству клипов Фараона. Гоша тоже предлагал разные интересные решения с точки зрения режиссуры. Как я уже говорил, одним из решений было вставлять маленькие сюжетные вставки. Такие вставки мы видим. Во-первых, в самом начале клипа, когда Медведев приходит к Путину, чтобы заценить трек, который тот хочет ему показать. Что скажешь? Как тебе этот трек? Это такое небольшое просто интро, связанное с политикой, чтобы немножко, скажем так, повеселиться и похайпить на этой теме. Поскольку это главные, одни из самых главных людей в политике в нашей стране, мы решили немножко так их интегрировать. Далее была сцена с ведущей новостей. Тем самым мы хотели подчеркнуть, что трек действительно вирусный. Мы хотели задать некое настроение для того, чтобы в дальнейшем люди хотели снимать различные видео с танцами, различные тиктоки, в инстаграм снимать видосы и так далее. Мы хотели немножко уже сразу задать этот тренд с помощью этой вставки. В сети все большую популярность набирает флешмоб, захлестнувший не только Москву, но и всю страну. Следующая вставка у нас происходит тогда, когда полицейские останавливают нашего главного героя. И на этом была построена основная фишка вирусного танца, что когда наш герой включает трек в машине, ДПСники начинают танцевать. Кто-то снимает это на телефон и благодаря этому это видео становится вирусным. И далее мы видим, что этот ролик разлетается по разным соцсетям и становится действительно по-настоящему вирусным. Танец для ДПСников, танец для массовки и вообще вот этот самый вирусный танец для нас ставил хореограф Леша, который является хореографом танцоров, которые работают вместе с Егором Кридом. Он нам в этом помог, придумал движение и также пригласил своих ребят, танцоров поучаствовать в нашем клипе. Далее сюжетные вставки мы видим на самой вечеринке, когда приезжают полицейские по вызову, а потом оказывается то, что они уже знают нашего героя и танцуют вместе с ним. О, ты гадаешь свои! В общем, помимо того, что сам трек был достаточно рэперский, хайповый, динамичный, мы хотели снять не просто обычный рэперский клип, но мы хотели, чтобы он был еще и юмористическим. Поскольку Динато является блогером, мы хотели сделать такие смешные разные вставки и разбавить клип, поэтому он получился юмористическо-рэперским, так скажем. Что касается кастинга, то, конечно, наш кастинг-директор Саш Шахматова проделал достаточно большую работу. В первой же сцене нужно было найти двойника Медведева и также нужно было найти человека, у которого затылок похож на путинский затылок. К слову говоря, на постпродакшене мы заказывали дикторскую озвучку у человека, который умеет пародировать голос Путина, чтобы подставить туда. По мне, так полная фигня. Далее у нас необходимо было найти ведущих новостей, трех ДПСников и четырех полицейских, которые приезжают на вечеринку. Касательно полицейских, я думаю, что это самые смешные персонажи. Опять Мажор какой-то тус устроил. Мы специально подбирали толстых чувачков, чтобы это было смешно, и вы, наверное, могли заметить, что один из них это тот самый русский Ди Каприо, который также у нас снялся. Ну и помимо этого, у нас было две масштабных сцены. Первая это сцена на улице, куда нужно было пригласить довольно много массовки. Одна из сложностей была в том, что на тот период как раз начался коронавирус в России, вся эта история про ограничение мероприятий, и мы как раз попали в те даты, когда нельзя было собираться больше, чем 50 человек. Мы очень переживали из-за этого, пришлось сократить количество массовки, и, в общем, всяческими способами не привлекать к себе внимания в этом смысле. Следующая сцена, где присутствовало достаточно много массовки, это сцена «Вечеринка дома», там было более 40 моделей. Их мы уже искали с помощью Дината, он выставил у себя в сторис призыв к тому, что приглашает девчонок посниматься в клипе. Создали даже специальный отдельный инстаграм, куда все прислали заявки, и мы уже там отбирали девчонок, которые были достаточно симпатичны для того, чтобы сняться в этом клипе. Вообще мы просмотрели, наверное, более тысячи заявок, и из них отобрали только 50 девушек. Теперь немного про организацию самого съемочного процесса, про организацию удобства для группы. Когда мы снимали в первый день на улице, конечно же, не было никакого помещения, ни туалетов, ничего, и я пригласил на съемку администратора Витю Ермакова, который создал нам все удобства, чтобы мы чувствовали себя буквально как дома. Мы выставили три палатки. В одной у нас был грим и место для переодевания, для стилиста. Во второй палатке у нас был плейбэк для режиссера. И в третьей палатке у нас был буфет. Обязательно на каждой съемке присутствует буфет, чтобы все могли подкрепиться, попить чай, кофе. И также на эту съемку мы вызывали мобильный туалет. Приезжает такая специальная машина, в которой уже внутрь встроен туалет. Также необходимо для такой съемки привезти два генератора, чтобы было электричество для базы, электричество для туалета. В общем, мы комфортно, компактно расставили базу. И всем, в принципе, было удобно подойти попить чаю, сходить в туалет, погреться. Там были тепловые пушки. То есть все было организовано для комфорта группы массовки актеров. Во второй день съемка полностью происходила в особняке. Поэтому там было очень удобно и комфортно расположиться. Также администратор приехал, создал все условия. Гримерную, место для того, чтобы переодеться, место для буфета, место для обеда. Касательно одежды и визажа. У нас, как всегда, работали визажист наш постоянно, это Лиза Цветкова. Она работала в первый день с одним ассистентом, а во второй день аж с четырьмя ассистентами, для того, чтобы за очень короткий срок накрасить такое большое количество девушек. Стилистом у нас выступала Лиза Карих. Она также работала с ассистентом. И она тоже очень круто справилась со своей задачей. Она, получается, в сумме за два дня одела, наверное, более ста человек в одежду, которая необходима была по задумке режиссера. Это тоже очень большой объем работы. Так что респект девчонкам, что они так хорошо справились со своей работой. Касательно организации непосредственно самого съемочного процесса, тут отдельный респект нужно выразить. Снижание Дубровская. Это второй режиссер Гоши Вишну. Она проделала огромную работу на препродакшене, на самой съемке. Начиная от создания тритмента совместно с режиссером, съемочного плана, продумывания раскадровки, работы совместно с раскадровщиком, создания КПП, вызывного, в общем, всех необходимых документов, которые делает второй режиссер. План был продуман идеально. То есть мы в первый день сняли все даже на два часа раньше, чем планировали, и во второй день уложились, в принципе, в срок. Немножко про постпродакшен. Монтажом занимался Ваня Титеевский, которого вы, разумеется, знаете по многим клипам. Клип Blackstar и других лейблов и артистов. Он делает суперкрутой хайповый монтаж, делает многие интересные переходы, фишки, эффекты. В общем, его монтаж узнается сразу. Ваня в нашем проекте выложился по полной. Он сделал просто нереально крутой динамический монтаж. Даже многие огрехи съемки, местами то, что артист где-то мог неуверенно двигаться, поскольку это его первый клип, то, что где-то, может быть, какие-то актеры или массовка неуверенно двигались, или как-то не очень хорошо. Это все было идеально круто замаскированным монтажом. Монтаж очень крутой, динамичный, применено много эффектов, причем они применены именно со вкусом, а не просто, чтобы лишь бы их накидать. Из-за этого клип очень интересно смотреть. Он держит внимание. Тебе хочется его посмотреть от первой секунды до последней. Благодаря, собственно, двум вещам. Интересному разнообразному сюжету и сюжетным юмористическим вставкам, и грамотному монтажу. Также, помимо этого, у нас был саунд-дизайн. Вы можете заметить, что в сюжетных вставках, естественно, у нас есть звуки, полицейские мигалки, атмосфера улицы, звонок в дверь, еще какие-то моменты, которые, в общем-то, поддерживают всю атмосферу, и получается настоящее кино. Ну, собственно, вроде по всем департаментам все вам рассказал, все объяснил. Хочу сказать, что это была самая интересная съемка за всю историю продакшена Эклектика и за историю моего продюсирования. Две съемочные смены. Первая смена была где-то часов 16, вторая часов 18. Пре-продакшен мы сделали всего лишь за 7 дней. Команда работала очень слаженно, очень оперативно, мы были постоянно на связи. Быстро каждый день выполняли ряд задач, из-за чего, конечно, мы успели подготовить съемку очень быстро. Этого хотел артист, он хотел как можно быстрее выпустить клип. И также, конечно, ситуация в стране ухудшалась, нужно было как можно быстрее все это сделать. Буквально на следующий день после того, как мы завершили первую съемку, уже начали объявлять в стране карантин. Пост-продакшен у нас занял порядка 10 дней, то есть в сумме весь проект мы делали около трех недель, что для такого объема это достаточно быстро. Для вас, дорогие друзья, зрители, кто смотрит это видео, я надеюсь, что это было очень полезно, очень интересно. Дайте знать мне в комментариях, если хотите, чтобы все наши следующие проекты, клипы и рекламу я также разбирал и более подробно рассказывал. Ссылка на сам клип будет в описании, вы можете его глянуть, посмотреть. Также там ссылки на наш сайт, на наши соцсети. Подписывайтесь, следите за нашим продакшеном, следите за моим инстаграмом. Большое спасибо, что поддерживаете, что смотрите. До скорых встреч. Пока!